Как очистить и разрезать апельсин и не взять его в руки? Те, кто изучает дисциплину ресторан и сервис в Пермском торгово-технологическом колледже, это знают и умеют. Участники конкурса профмастерства, представители сервисных студенческих отрядов тоже справляются с этой задачей. Да, компетенция официант, она входит в сервисный отряд. И, конечно же, там ребята, это не те, которые обязательно обучаются в данном направлении. Это вообще, в принципе, все студенты образовательных учреждений. Просто в рамках своего обучения и, конечно же, в рамках студенческих отрядов они получают дополнительную профессию. Например, в данном случае это была профессия официант. Внутри каждого региона прошли отборочные чемпионаты, и, конечно же, на которых выявили ту звездочку, которая сегодня представляет как раз свой регион уже здесь, в Пермском крае. Александр Чижов приехал из Саратова. Он учится в Саратовском государственном университете. На историческом. Но и эта история ему очень нравится. Безусловно, я пришел в студенческие отряды для того, чтобы заниматься личностным ростом. Это знакомство, это путешествия, это разнообразные форумы, встречи с администрацией города. Это все интересно как для студента, и прожить такую студенческую жизнь одно удовольствие. Я на данный момент нахожусь в штабе, я руководитель 13 отрядов, но вот буквально недавно я состоял в сервисном отряде и с ребятами выезжал на Цлину в город Ялта, работали в отеле Ялта Интурист, и в город Сочи работали в отеле Бридж Резорт. Ирина Журавлева из Оренбургской области. Учится по направлению социально-культурный сервис. Считает, что сложности в конкурсной программе есть. К примеру, тот самый уже упомянутый апельсин, а вот конкуренции никакой. Я бы не сказала, что мы прям все такие конкуренты-конкуренты, все нормально. Все съехали в автобусе вместе, разбирали, что как будет проходить. Вот повторяли матерёк, поэтому я бы не сказала, что прям конкуренты-конкуренты. Ребята сдружились, и если задаться вопросом, какой была атмосфера на этой площадке, чего больше, волнения или праздника? Однозначно, праздника. Пермское региональное отделение со всеми своими партнёрами достаточно тепло нас принимает. Мы безумно этому рады. Все волонтёры, служба сопровождения очень всегда готовы приветливы, они всегда готовы нам поддержать, помочь. Общение, знакомство, заработок, посмотреть нашу страну – это всё, что нам важно, и всё это есть в РСО. И каждый, кто к нам приходит, наверное, преследует именно эти цели, остаётся с нами надолго, выезжает, будучи уже даже не студентом, и просто любит работать, живёт по мечте.